Всем доброго времени суток! Вы находитесь на канале Ниц Соло. Меня зовут Валентина. Я недавно закончила вязать детский снот трубу. Вязала я этот снот платочным вязанием. Вот таким вот образом выглядит. Этот пока не законченный еще снот. Сегодня мне предстоит соединить начало и конец полотна. Я решила вам показать, каким образом я буду это делать. Два момента, на которых я хотела бы сейчас обратить ваше внимание. Первое, это то, что по краю полотна у меня идет не узелковый край, а косичка. И второе, у меня начало вязания здесь выглядит как лицевой ряд, а конец вязания как изнаночный. Можно сделать наоборот. Здесь изнаночный, а здесь лицевой. Но я не делаю так, чтобы эти ряды у меня совпадали. То есть лицевой, лицевой, либо изнаночный, изнаночный. Обязательно здесь лицевой, а здесь изнаночный. Итак, первое, что я сейчас буду делать, это имитацию продолжения косички по краю, где будет начинаться шиваться полотно. То есть вот здесь заканчивается эта косичка, вот здесь она начинается. Я сейчас попытаюсь соединить начало и конец полотна вот в этом месте, таким образом, чтобы это выглядело как продолжение косички. Для этого я последнюю петлю в последнем ряду не провязываю. Вот эта последняя петля у меня осталась непровязанной. Сейчас я введу иглу в эту последнюю петлю непровязанную. Введу иглу я к себе вот таким вот образом. И протяну нить, которую я буду сшивать это полотно. Далее мне нужно с обратной стороны подхватить косичку и сделать ее продолжение. Вот в этом месте идет начало косички и я продену иглу под эту петлю крайнюю. Вот я не ввожу в петлю, а под петлю. Эта петля провязанная, то есть она у меня не на спице. Я сейчас провожу иглу под эту петлю и протягиваю нить. Затем мне эту нить нужно ввернуть в петлю, из которой начиналось шитье. Вот здесь выходила у меня нить и с противоположной стороны эта нить потом проходила под петлей. И сейчас я ее возвращаю в эту петлю на этой спице, где начиналось шитье. То есть я от себя ввожу в эту петлю иглу и протягиваю нить. Первый этап соединения пройден. Сейчас вот эта петля уже прошита, я ее сбрасываю со спицы. Затем я ввожу иглу в петлю на верхней спице, на дальней спице от меня. Ввожу иглу в первую петлю, расположенную от себя. Вот таким вот образом. Потом я ввожу иглу в петлю, которая расположена на спице, которая находится ближе ко мне. И ввожу иглу к себе. Затем все остальные петли я буду сшивать таким образом. На этой спице, которая верхняя, я буду сшивать петли таким образом, чтобы здесь выглядели с этой стороны бугорки, как будто это идет изнаночный ряд. Сейчас я вам покажу, каким образом я это делаю. И еще один момент, который следует запомнить, то что мы поочередно сшиваем две петли на каждой спице. Я сейчас буду сшивать вот эти две петли, потом на этой спице вот эти две петли. Потом на этой спице вот эти две петли. И так поочередно. На верхней спице я сейчас формирую имитацию изнаночного ряда. Для этого я сейчас ввожу в крайнюю петлю, наполовину она уже прошита, от себя. Я ввожу иглу в эту петлю от себя. Протягиваю нить. Далее, эта петля первая уже прошита, ее можно сбросить. И в следующую петлю, то есть вот эти две петли я сейчас на этой спице прошиваю, я ввожу иглу к себе. Таким образом, если вы сейчас обратите внимание, с той стороны сформируется бугорок, как будто это была изнаночная петля. Вот так. Вот нить, подтягивая, она двигается. И здесь, с этой стороны, у нас бугорок. То есть, это то, что мне нужно. Здесь я формирую изнаночный ряд. Теперь я перехожу на спицы, которые находятся ближе ко мне. Здесь я буду формировать с лицевой стороны лицевые петли. Поэтому я сейчас ввожу иглу от себя в крайнюю петлю, которая наполовину уже прошита. И сразу ее сбрасываю. Она нам уже не понадобится. Потом я ввожу в следующую соседнюю петлю иглу к себе и протягиваю нить. Вот так я подтягиваю немного. Далее перехожу на вторую спицу, которая дальше от меня расположена. И здесь таким же образом я формирую изнаночную петлю. То есть, ввожу сначала от себя. Сбрасываю петлю. Она уже дважды прошита с одной и со второй стороны. И далее ввожу иглу в следующую соседнюю петлю к себе. Эту петлю я не сбрасываю со спицы, потому что она будет сшиваться еще раз с следующей соседней петлей. Перехожу на спицу, которая находится ближе ко мне. Ввожу иглу в крайнюю петлю, которая наполовину уже прошита, от себя. Сбрасываю ее со спицы, далее ввожу иглу в соседнюю петлю к себе и протягиваю нить. Обратите внимание, петля, которая прошита один раз, не сбрасывается у меня со спицы. Опять перехожу на спицу, которая расположена дальше. Ввожу иглу от себя в крайнюю петлю. Сбрасываю эту петлю. Ввожу иглу в соседнюю, расположенную ближе к петле, которую мы сбросили иглу к себе и протягиваю нить. Эта петля остается пока на спице. Перехожу на спицу, которая расположена ближе ко мне. Ввожу иглу в первую петлю. Сбрасываю ее со спицы. Затем ввожу иглу в соседнюю петлю. И опять же таки я на этой спице ввожу ее от себя, потом во вторую петлю к себе. Вот таким образом и прошиваю. Перехожу на дальнюю спицу и те же самые действия. Ввожу в крайнюю петлю иглу от себя. Сбрасываю эту петлю со спицы. Затем ввожу иглу в соседнюю петлю к себе и прошиваю. Возвращаясь к спице, которая находится ближе ко мне, ввожу в крайнюю петлю иглу от себя. Во вторую петлю я ввожу иглу к себе. Первую петлю я сбросила и прошиваю. Теперь к дальней спице. Ввожу в крайнюю петлю иглу от себя. Сбрасываю ее со спицы. Ввожу в следующую, соседнюю петлю иглу к себе и прошиваю. Возвращаясь к передней спице, делаю то же самое. Ввожу иглу в крайнюю петлю, которую наполовину прошита. Ввожу иглу от себя. Затем сбрасываю эту петлю со спицы. В следующую, соседнюю петлю я ввожу иглу к себе и прошиваю эти две петли. Теперь я возвращаюсь к спице, которая расположена дальше. Ввожу иглу в петлю крайнюю от себя. Протягиваю ее вместе с ниткой. Сбрасываю эту петлю со спицы. Она уже полностью прошита. Затем к себе ввожу иглу в соседнюю петлю и прошиваю. Вот таким образом у меня выглядит шов практически незаметный. Вот таким образом у меня выглядит край полотна. Здесь идет продолжение косички. И абсолютно незаметно, где начинался шов. И я вот таким же образом буду продолжать сшивать полотно до конца. Итак, я практически уже закончила сшивать полотно. Вот таким вот образом выглядит шов у меня с лицевой стороны. И точно так же он выглядит с изнаночной стороны. Он находится вот здесь. Практически незаметно, что с лицевой, что с изнаночной стороны. И абсолютно одинаково. То есть можно с нуты носить изнанкой на лицо в данном случае. Мне осталось сейчас шить последние две петли. Они находятся у меня вот здесь. Вот крайняя петля на ближней спице и крайняя петля на дальней спице. От петли на дальней спице идет конец нити. Это от начала вязания, от наборного ряда. И сейчас, что я с этой петлей сделаю? Я ее просто сбрасываю. Эта полупетля со стороны наборного края изначально была закреплена. Перед тем, как отпускать петлю в вашем полотне, обязательно проверьте, закреплена ли она у вас тоже. Вот я сбросила эту петлю со спицы, подтянула конец нити. И затем в итоге я потом сделаю узелок незаметно и спрячу эту нить в полотно. Сейчас же мне нужно сформировать точно такую же косичку, как я формировала в начале сшивания полотна вот здесь. Делать я буду это следующим образом. У нас осталась одна петля. И сейчас я должна ввести в эту петлю иглу следующим образом. Так, чтобы нить выходила из нее. То есть я ввожу иглу в петлю к себе. Сбрасываю со спицы, запоминаю эту петлю. Вот она. И затем с противоположной стороны вот здесь я ищу крайнюю петлю с косички. Вот она. Я поддеваю под эту косичку иглу. Протягиваю нить. И затем иглу я возвращаю в крайнюю петлю с этой стороны, откуда выходила нить. Вот сюда. И протягиваю. Вот таким вот образом я закончила сшивание полотна. Здесь идет продолжение косички в этом месте и тоже практически будет ничего не заметно. Мне осталось сделать узелки незаметные и спрятать кончики нитей в полотно. И на этом вязание и сшивание будет этого снуда закончено. Итак, в конце видео я хотела бы немного подытожить информацию для того, чтобы систематизировать ее. Первое, на что я обращаю внимание перед сшиванием такого полотна, это то, что в начале вязания и в конце вязания у меня разные ряды. То есть, на одной спице у меня расположены лицевые петли, на другой спице у меня расположены изнаночные петли. Это легко определить. То есть, там где крайние бугорки, это изнаночные петли. На другой спице у меня не было крайних бугорков, у крюки были чуть далее, поэтому на той спице у меня были лицевые петли. Таким образом можно сшить полотно платочной вязкой максимально незаметно. Далее сшиваются поочередно петли, то на одной спице, то на другой спице. Сшивается по 2 петли на каждой спице. Каждая из этих двух петель прошивается дважды, то есть, в начале за первую дольку и в конце петли за вторую дольку вместе с соседней петлей. Когда сшивается полотно таким образом, то вводится игла в первую петлю сначала от себя во вторую петлю к себе, что на первой спице, что на второй дальней спице. И, как я уже показывала, можно сделать так, чтобы максимально было незаметно место начала сшивания полотна и место, где заканчивается сшиваться такое полотно. То есть, можно продолжить косичку, которая идет по краю полотна. Это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Вся информация, что я хотела с вами поделиться. Я очень надеюсь, что вам видео понравилось. Я желаю вам всем всего хорошего и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok